Дорогие друзья, с вами Алексей Накцин. 28 апреля в Киев с официальным визитом прибыл генсек ООН Антонио Гутерреш. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и прошелся с ним по улицам города. Их приветствовали жители столицы. В это время Киев подвергся ракетному обстрелу, а большой привет генсек ООН от президента Российской Федерации. Перед этим Гутерреш посетил с визитом Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Ракетный обстрел произошел после недели относительно затишья в Киеве. Несмотря на постоянные призывы местных властей, значительная часть жителей города, покинувшая столицу Украины после вторжения РФ, все же вернулась назад. И киевляне продолжают возвращаться домой. В частности, две недели назад зампредседателя Киевско-городской госадминистрации Николай Поворозник заявлял, что 40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в Киев. Также в столице страны продолжают возобновлять свою работу иностранные посольства, в том числе и стран Европейского Содружества. Вот об этом наша сегодняшняя программа. Начиная эту программу, я рад вам представить нашего гостя. Украинский дипломат Александр Мацук, многолетнего сотрудника секретариата ООН, а в прошлом и шефа секретариата Совета Безопасности ООН. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Александр, ну вот, произошло событие, которое, с моей точки зрения, трудно отнести к категории обычных. Ракетный удар по Киеву в тот момент, когда в Киеве гостил Антонио Гутерриш, нынешний генсек ООН. И ракета была выпущена той страной, которая является не просто одной страной членов ООН, но и постоянным членом Совета Безопасности. Можете ли вы вспомнить из истории ООН, которая, в общем-то, не так уж велика, но, тем не менее, засчитывает несколько десятков лет, что-либо подобное? Ну, если говорить о государствах, тем более членах Совета Безопасности, то такого, в принципе, не было. Мы можем говорить, скажем, об убийстве Дага Санаршенга в Кондо. Это другая история, там мы говорили, это была ситуация гражданской войны. В принципе, подобных вещей себе никто не позволяет, но это было в приличном обществе. В данном случае Россия в последние годы, ну, откровенно, открыто говорит, что она не признает никаких правил и что она не воспринимает никаких норм. Страна, которая записала в своей Конституции, что она не признает ни одного права, ну, это уже о чем-то говорит. Это было предупреждение всем. Этот удар, честно говоря, я не уверен, что они хотели избивать Динсека или убить его, тем более. Им просто было глубоко наплевать, кто сейчас находится в Киеве. У них была задача нанести удар по одному из киевских заводов. Вот, ну, они в ту сторону и запустили ракету. Другое дело, что они в завод не попали, а попали в жилой дом, который стоит рядом, но это уже другая история. Александр, ну, вот, украинские власти говорят о том, что несколько недель до этого удара обстрелов практически не было. И если с точки зрения военной необходимо было нанести удар по какому-либо объекту, то ведь можно же было подождать до тех пор, пока Генсека ООН не покинет Киев. А также получилась, в общем-то, демонстрация, и, как заявляет Михаил Подоляк, то ракета упала где-то в километре от того места, где в этот момент находился Антонио Гутерриш. Он ходил по улицам города. И вот этот момент, он не вызывает удивления, ведь никакой необходимости именно наносить удар в этот конкретный день не было, потому что это стационарный объект, это завод. Ну да, в этом случае я согласен, бомбить завод Артема в тот день было совершенно необязательно. Но вот это отношение Кремля, собственно говоря, к мировому сообществу, они вот именно вот такими действиями, они хотят подчеркнуть, что им наплевать. Они никого не пугают уже больше, они просто показывают, что им совершенно все равно, кто, что. Мы делаем то, что мы считаем нужным, и нам совершенно наплевать, как к этому кто-нибудь, кто-то отнесется. То есть это люди, которые перестали заботиться о своей репутации. Со всем. Это очень важный момент, который вы подметили. В течение многих лет Организация объединенных наций играла огромную роль во внешней политике Советского Союза, одной из стран-учредителя, мы с вами это хорошо помним. И работа советского представителя или советской делегации в ООН, это был очень важный момент вообще в советской внешней политике, в котором было очень важно подчеркнуть некие постулаты, миролюбивость, стремление помочь так называемым непросоединившимся странам, создать в ООН некий блок непросоединившихся стран, который бы противостоял западным странам и так далее. И ООН, я насколько помню, и в прессе всегда занимала огромное значение вообще во внешней политике еще первых советских министров странных дел. Что произошло сейчас? Ведь этот удар в тот момент, когда там находился агент СЕК ООН, он уже вызвал колоссальный всплеск возмущения. Можно было посмотреть, что писали об этом в Твиттере, в Телеграм-каналах, как раз представители тех стран, которые с точки зрения России необходимы для Москвы, чтобы поддерживать свой имидж или поддерживать этот курс, чтобы больше стран голосовало за Россию, а не против России. И казалось бы, даже с точки зрения российской внешней политики, или в частности политики ООН, это колоссальный ущерб для ее именно деятельности там. Как вы считаете, что могло подтолкнуть, именно подтолкнуть, ну понятно кого, но явно же, что командовал этим ударом не Сергей Лавров, а исходило все от Владимира Путина. Почему он в данный момент готов пренебречь тем, чем так дорожили советские власти, именно репутации внутри ООН? Вы знаете, вот это своего рода миф о том, что Россия ценит ООН больше всех других организаций. Они этот миф поддерживают, они время кремя не говорят о том, что это вот единственная универсальная организация, нужно придерживаться принципов ООН и так далее, и тому подобное. Но на самом деле это далеко не так. По сути дела, каждый из членов Совета Безопасности, ну, на окноме Китая, который всегда сидел, держался на особняком, сидел на заборе, что называется, а вот все остальные, у них есть свои, то, что называется, опять проживки. У каждого есть какие-то интересы особые, то есть, скажем, французы заинтересованы в операциях во франкоязычной Африке. Вот американцы там с британцами заинтересованы в каких-то других операциях ООН, в каких-то других темах. И вот эти вот их собственные проекты, то есть это то, чем они дорожат, это то, для чего они собирают какие-то коалиции, какие-то союзники ищут поддержки. А у России нет ничего. То есть нет ни одной темы, ни одной операции, ни одной проблемы, которая бы была им близка, за которую бы они переживали и болели. Они, по сути дела, продают свою благосклонность как товар другим. Но у самих, у них, у них нет ни одной операции, за которой бы они держались, которая бы их интересовала. То есть вот этот интерес к ООН, это как какая-то ширма, за которой, в общем-то, скрывается такой совершенно откровенный политический пофигизм. И, ну, честно говоря, они, прикрываясь словами о приверженности к уставу ООН, они, по сути дела, пытаются... То есть ООН им интересна только в том плане, что они могут, ну, каким-то образом прикупить голосов. Сейчас, вот, учитывая, вот, последнее событие в ООН, когда Россия при голосовании по Украине или по связанным с Украиной вопросам, остается, ну, по сути дела, в очень неприличной кампании в Сирии и Юг-Судана, вот, или кого там еще. То есть Сирия и Венесуэла, по сути дела. То, в общем-то, им ценить там особо и нечего. Они понимают, что речь идет к тому, что их рано или поздно начнут бойкотировать в ООН, так же, как в Сойерине бойкотировали Южную Африку. Сегодня, вчера выгнали в Советах по правам человека, а завтра им запретят участвовать в работе ген-ассамблеи. Так же было с Южной Африкой. Поэтому отношение такое. Ну, вот мы говорили о любимых проектах разных стран. У Советского Союза действительно было очень много различных любимых проектов везде, и в Африке, и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии. А вот то, что касается вовлеченности Российской Федерации в события в Сирии, и в этом регионе, не является это неким любимым проектом для России, который необходимо было бы прикрыть с точки зрения действий в ООН, сделать его легитимным, сделать его уважаемым и так далее. Вот, казалось бы, у них есть такой проект, хотя бы вот с точки зрения их вовлеченности в Сирию. Стоило бы все-таки как-то уважать в ООН. Ну, как раз, как раз, вот, как раз сирийский, сирийский кейс, сирийская ситуация, как раз, вот, она подчеркивает, что проекта у них любимого нет, потому что в отношении Сирии ООН занимает достаточно недружественную, я бы сказал, для России позицию, поскольку ООН осуждает химические атаки, ООН осуждает массовые ковровые бомбежки сирийских городов, вот, и, по сути дела, каждый раз, когда заходит вопрос о Сирии, заходило, в всяком случае, то, что я помню, то россиянам приходилось оправдываться, скидывать все в лете. Вот, это же, это же российский, как Чуркин рассказывал в церкви безопасности, что белые каски, это британские наемники, которые специально посылают, посыпают людей пылью и пеплами и говорят о том, что это якобы сделали, что эти люди на самом деле актеры. Вот, то есть сирийская ситуация, и они хотели, чтобы ООН не было. Более того, Россия пришла в Сирию для того, чтобы заставить Запад, прежде всего США, считаться с собой, потому что они поддерживали противников, поддерживали Асада, вот, и поддерживали тех же иранцев. И в данной ситуации они считали, что ООН своим противником, так же, как считает его режим Асада. Понятно. Александр, как вы думаете, вот сейчас, в течение, во всяком случае, этих двух месяцев, раздаётся множество голосов о том, чтобы каким-то образом исключить Российскую Федерацию или из постоянных следователей с этой безопасности, или вообще из членов ООН, вспоминая о том, что вот так относительно давно, в 1940 году, когда Советский Союз напал на Крошечную Финляндию, а тогда предшественником ООН была Лига Наций, и вот тогда Лига Наций постановила исключить агрессора из своих рядов. С вашей точки зрения тут два момента. Возможно ли это в нынешней ситуации и учитывая устав ООН, это первый вопрос. И второй вопрос. Будет ли этот шаг полезным, если он возможным, или вредным с точки зрения поддержания международного мира и стабильности? Советский Союз исключили из Лиги Наций за вещи намного меньше, чем то, что творит Россия в Украине. Там речь не шла даже о военных преступлениях, речь шла просто о бомбардировках гражданских кварталов в Хельсинки. Честно говоря, их бы стоило выгнать из ООН, но вопрос довольно сложный. Почему? Статья 6-я устав ООН говорит о том, что государство, которое систематически нарушает устав организации, может быть исключено из организации по рекомендации Совета безопасности. И вот тут вот эта уловка 22. То есть Россия, сидя в Совете безопасности, естественно, заблокирует любую подобную рекомендацию. Поэтому нужно искать какие-то новые подходы. И я сейчас сегодня выгнать Россию из Совета безопасности невозможно, потому что такой процедуры вообще нет. Но я вижу, что об этом начали задумываться, при том начали задумываться достаточно серьезно. Была принята буквально на днях принята резолюция о том, что любое вето в Совете безопасности автоматически должно вызывать дискуссию в Генассамблее, где применение этого вето и вопрос, по которому он принимался, будет обсуждаться. Вот это первый шаг к тому, чтобы дать возможность Генассамблее плакировать право вето. Это первое. Второе, это то, что необязательно ведь выгонять Россию из ООН. Есть и другие способы. Ну, скажем, вот опять-таки возвращаясь к той же Южной Африке. В 1974 году Генассамблея проголосовала вопрос о непризнании полномочий делегации Южной Африки в Генассамблее ООН. И лишила ее права голоса в Генассамблее и запретила ей принимать участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Это решение было сроком на год. после этого оно продлевалось каждый год в течение 20 лет. До 1994 года пока режим Апортеида не был уничтожен. То же самое может произойти с Россией, что ее просто ограничить ее участие в том, чтобы в работе ООН. Это один момент. Другой момент еще, который очень важен. Это то, чтобы сам секретарь ООН был очищен от политических назначенцев российских, потому что иногда это становится несколько неприличным, я бы сказал, когда мы сегодня говорим о том, что творит Россия на украинских территориях, и в то же время один из заместителей генерального секретаря ООН, который в частности отвечает за контртерроризм, является политическим назначенцем России. То есть это не кадровые сотрудники ООН, а это именно политические назначенцы, которых назначает генсек по квотам государства-членов. Один из помощников генсеков, который занимается операциями по поддержанию мира, он отвечает за разминирование. Украина на сегодняшний день самое минированное государство во всем мире. Более того, за период с 14 по сегодня Россия получила массу контрактов в ООН. Воюющая страна, которая получала массу контрактов в ООН для обеспечения в частности операций по поддержанию мира. И многие эти вещи, они тоже должны быть каким-то образом на это нужно обращать внимание, с кем ООН имеет дело. Иногда секретариат ООН в этом плане достаточно политичен. То есть нет решения о санкциях, вот мы и не обращаем внимания на то, что эта страна воюет с другим членом ООН. Поэтому я думаю, что есть достаточно много рычагов давления на Россию, плюс не надо забывать, что есть еще масса специализированных организаций, которые в принципе могут исключать Россию за то же за нарушение их устава. Ну, возьмем, скажем, организацию гражданской авиации, где есть претензии к России за, по сути дела, кражу лизинговых самолетов. Есть организация, международная морская организация, где тоже опять-таки она нарушает все правила, минируя, блокируя украинское побережье и минируя международные воды Черного моря. Есть МАГАТЭ, где опять-таки, кстати, человек, отвечающий за безопасность атомных станций, тоже представитель России. Я думаю, что это будет все продолжаться так или иначе, и не только в ООН, потому что на сегодняшний день мы имеем антипутинскую коалицию. То, что произошло в Рамштане, я приравниваю к тому, что произошло в 42-м году, когда была Атлантическая хартия, когда была создана антигитерская коалиция. Сегодня это антипутинская коалиция, которая намного жили, чем НАТО. Это всеверная коалиция, один из предстоителей всех стран. Знаете, Александр, это отличная идея. Давайте мы поговорим как раз о встрече в Рамштане, о том, что это может быть как раз прологом или уже началом создания этой коалиции во второй части программы, потому что первая подошла к своему завершению. Впереди нас ждет небольшой перерыв. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Мацука, многолетний сотрудник студиатор ООН и в прошлом шеф секретариата Совета Безопасности ООН. Уходим на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok